Пару слов о компании Sumiagro. Sumiagro – это агрономическое подразделение многопрофильной корпорации Sumitomo Corporations. Sumitomo Corporations – это корпорация, которая представлена на мировом рынке уже более 400 лет, соответственно. И на российском рынке Sumiagro уже более 20 лет помогает сельхозпроизводителям найти и подобрать эффективные решения в области сельского хозяйства, основываясь, соответственно, на том опыте, на тех разработках, которые есть у наших партнеров в японских агротехнических компаниях. Немного о том, уже предыдущие спикеры сказали, что у нас сейчас, в принципе, с севом азимых, ну не только с севом, а скорее с состоянием азимых культур. Я, как и один из гостей нашей студии из Орловской области, и для того, чтобы попасть на Юкагр, как раз-таки пришлось проехать достаточно приличное расстояние, понаблюдав то, в каком состоянии сейчас у нас с вами поля. Действительно, Минсельхоз рапортует, что с точки зрения азимого сева мы достигли 19 миллионов гектар, но при этом мы все с вами прекрасно понимаем, как шел сев азимых культур в этом году. Части агрария приходилось сеять не то, что в сухую землю, где-то сев проходил просто в пыль. Дальше семена, что азимого рапса, что зерновых культур просто лежали. Мы все с вами приезжали на поля, ждали, когда пойдет дождь и когда появятся хоть какие-либо всходы. Что произошло дальше? Если говорить о азимом рапсе, всходы появились, начиная от того, где был хоть какой-то запас влаги. Это, соответственно, низины, это лесополосы. Сейчас в центральном чемразиме дождь прошел потихоньку, начал рапс подтягиваться, а азимая культура, в зависимости от того, какой-то регион, центрально-черноземный или южный, соответственно, находится тоже достаточно в плачевном состоянии. Где-то всходы до сих пор вообще не появились, где-то это шило. Максимум 2-3 листа, соответственно. Какой вопрос стоит у многих уже сейчас в головах, когда мы говорим о сельхозпроизводителях? Это что делать и какой культурой пересевать, если часть из полей после зимы у нас с вами выйдут в том состоянии, по которым мы примем решение, что нецелесообразно дальше эти поля сохранять. Как выше и предыдущие спикеры уже говорили, сейчас очень сильно развивается рынок потребления масличных культур. И в принципе мы все с вами живем в конъюнктуре того, что спрос рождает предложение. Масличные культуры идут вперед достаточно такими семимильными шагами. И если говорить о площади возделывания, то площадь возделывания достигла уже более 18 миллионов гектар. При этом в этом году у нас с вами подсолнечник остался на том же уровне, а соя выросла и выросла более чем на 18% по отношению к предыдущему году, достигнув 4,2-4,3 миллионов гектар соответственно. Если говорить о цене, потому что мы все с вами понимаем, что основное, что нас интересует, когда мы говорим о высокомаржинальных культурах и то, чем пересевать, то соя есть и останется в ближайшие годы достаточно высокой маржинальной культурой и культурой, на продукцию которой будет высокий спрос. С чем это связано? Во-первых, производство сои в этом году у нас достигло 7 миллионов тонн соответственно. Мы до сих пор импортируем в страну порядка 2 миллионов тонн. У нас достаточно высокий потенциал по экспорту этой культуры, но мы пока даже не обеспечиваем внутренние потребности. За счет чего растут внутренние потребности в сои? За счет того, что у нас растут мощности мясопереработки. Если в предыдущие годы мы с вами знаем, что мясопереработка у нас находилась в более плачевной ситуации, то сейчас мощности растут, соответственно и спрос на сои и соевые бобы, соевый шрот будет расти в том числе, как и на масло соответственно. Как уже сказали, хочется поговорить немного о технологии. Если посмотреть буквально, наверное, на минус 5 лет вперед, отмотать, то мы тогда, как страна, наверное, были только на начальных этапах развития технологии сои. Были маленькие площади. Мы все с вами только учились тому, как правильно эту культуру возделывать, как правильно вносить инокулянты, как правильно защищать от сорняков. И сегодня хотелось бы поговорить конкретно о том, насколько соя чувствительна к сорной растительности. Действительно, соя – это та культура, которая не прощает нам ошибок с точки зрения засорения. И каждый из нас знает, кто когда-либо, в принципе, сиял сою, что что бы ни случилось, нам очень с вами важно проконтролировать то засорение, которое есть на сои. Почему? Соя очень плохо конкурирует первые 30 дней с сорной растительностью. Ей нужен помощник, ей нужен гербицид в поле. А если говорить, в принципе, о потерях урожая, то в зависимости от того, когда мы поборолись с сорняками и поборолись ли вообще, можно потерять порядка до 90% урожайности сои, как не печально бы это звучало соответственно. Если мы говорим о стратегиях того, как применяются гербициды, основной и самой популярной стратегии, которая сейчас есть у нас с вами в нашей стране, это стратегия применения повсходовых гербицидов. То есть это когда мы ждем, посеяли сою, взошла соя, мы ждем, когда более-менее у нас взойдут и яровые ранние сырники, и яровые поздние сырники, и пытаемся, соответственно, найти баланс между тем, чтобы минимально навредить культуре, потому что сою также очень чувствительная культура к фитотоксичности, с точки зрения фитотоксичности, которую дают гербициды, и плюс для того, чтобы сырники и не переросли, и взошли как ранние, так и поздние соответственно. Сделать это очень тяжело, об этом поговорим чуть позже. Вторая стратегия – это когда мы говорим о внесении до-всходовых гербицидов. До-всходовых гербицидов – это, соответственно, почвенные гербициды. Когда мы их вносим, посеяли сои, после этого применили почвенный гербицид, который не дает прорасти сорной растительности в то время, как соя всходит и проходит первые критические этапы вегетации, соответственно. Ну и третья стратегия защиты сои от сорной растительности – это комбинированные, соответственно, когда мы применяем и почвенные гербициды, и по-всходовые. Если говорить уже о фолиарных гербицидах и какие риски мы с вами несем, когда применяем только их. Первое, это изначально мы с вами встаем в позицию догоняющего. Почему в позицию догоняющего? Потому что соя, с момента только как она начинает прорастать, она уже конкурирует с сорняками. А сорняков гораздо больше на квадратный метр, чем семян сои, соответственно. Она конкурирует за питательные вещества, она конкурирует за воду, если мы говорим о сложных условиях с точки зрения водообеспеченности, соответственно. Но мы с вами вынуждены ждать, когда у сои наступит тот момент, во-первых, нельзя работать по семидолям, когда соя только, ну, большинством гербицидов, скажем там, когда соя только вынесла семидоли. Мы ждем или второго, или первого, или второго тройчатого листа для того, чтобы отработать фолиарными гербицидами. В это время у нас с вами могут сорняки, во-первых, перерасти, во-вторых, если пойдут дожди, то мы с вами еще и упустим нужные фазы культуры, соответственно. Если мы говорим о перерастании сорняков, а это встречается сплошь и рядом, потому что у нас или дожди, или нехватка техники, или еще что-то, что мы с вами вынуждены делать? Нам, как ни крути, нужно бороться с сорняками, которые мы видим на поле. Мы автоматически идем на то, что мы повышаем нормы. Во-первых, мы делаем баковые смеси, есть популярные баковые смеси, есть баковые смеси, на которые мы уйдем просто уже от безысходности, когда мы понимаем, там, допустим, подсолнечник перерастает, падалица подсолнечника перерастает, когда мар перерастает. Мы делаем жесткие баковые смеси, идя на риск, понимая, что соя будет стрессовать, стоя соя становится в росте, но все равно мы этот гербицид применяем. Что мы получаем с вами изначально, когда это происходит? Мы получаем снижение того потенциала, который изначально заложен генетикой. А все-таки у нас сейчас с вами средняя урожайность сои, которую мы получаем в стране, это порядка 18 центнеров. Это очень далеко от того, на что способны те семена, которые вы сейчас сеете в своих хозяйствах. И если мы говорим с вами о фитотоксичности гербицидов на сои, то это не только прямая фитотоксичность, когда соя останавливается в росте, когда появляются ожоги. Это еще и негативное влияние на азотофиксацию, потому что как только само растение сои начинает стрессовать, соответственно, симбиотический аппарат и взаимодействие клубенька и сои тоже снижается. То количество клубеньков, за которые мы с вами боремся, когда мы вносим инокулянты, мы тоже негативно влияем на него, как только мы вводим культуру в сильный стресс. Вот то, как выглядит то, между чем мы всегда пытаемся найти баланс. С одной стороны, мы выходим на поле, ждем, пока выйдет основная волна сорняков. С другой стороны, потом, когда эти сорняки начинают перерастать, если, не дай бог, пошел дождь или еще какие-то ограничивающие факторы, что мы получаем? Мы получаем сою, зачастую у которой остался один стебелек, и слава богу, если первый тройчатый лист, соответственно, сохранился. Я понимаю, когда на это идут аграрии Дальнего Востока, где достаточное количество влаги, и где соя за счет именно количества влаги быстрее отходит. Но чем суше у нас с вами условия, тем мы должны с вами понимать, тем серьезнее стрессует соя, и тем медленнее. И дольше будет тот период, когда соя будет находиться в стрессе, и когда она будет, условно, снова запустить свои механизмы по фотосинтезу, по росту и по формированию дальнейших вегетативных органов. Если говорить о почвенных гербицидах. Так, почвенные гербициды, соответственно, как и фолиарные гербициды, все разные. Почему? Ответ очень простой. У вас есть технология, в которой вы следуете. И почвенный гербицид должен быть подобран конкретно под вашу технологию. Что важно учитывать в технологии? Первое и самое основное – это севооборот. На что влияет севооборот? Первое – это если мы говорим о предшествующей культуре, то это падалица. Очень часто у нас встречается история, когда соя идет после подсолнечника, и тогда мы должны держать в голове, что почвенник должен контролировать в том числе и падалицу подсолнечника. Если мы говорим о культуре, которая идет следующая, все в обороте, то это должен быть гербицид, который не несет негативного действия, который не имеет последействия на ту культуру, которую вы будете сеять после соя соответственно. Второй видовой состав сорной растительности пропустила, но это самое очевидное, что когда мы подбираем с вами как фолиарный гербицид, так и почвенный гербицид, мы с вами первое, на что ориентируемся, это на тот состав сорняков, который у нас из года в год примерно есть на нашем поле. Соответственно, подбираем те действующие вещества, которые нам нужны для контроля этого спектра сорной растительности. История поля, чередование гербицидов с разным механизмом действия, это дополнительные факторы соответственно. Если говорить о почвенных продуктах, как я уже ранее сказала, что почвенный гербицид должен подбираться индивидуально под технологию. У Сумиагра именно в связи с этим как раз-таки есть аж три почвенных гербицида, для того, чтобы вы могли легко встроить гербицид в свою технологию возделывания. Какие это три почвенных гербицида? Это Акебона, Сангейт и Коритори. Соответственно, если мы говорим про действующие вещества, то Акебона это S-металлохлор и Кламозон, Коритори это пераксосульфон, одно из достаточно новых действующих веществ и уникальных сейчас на нашем рынке. И Сангейт это фломексозим, всем вам давно известный, широко применяющийся в принципе действующее вещество при возделывании сои. Немного поговорим, чем эти продукты отличаются соответственно. Если не вдаваться достаточно на глубокие технические подробности, которые нам сейчас с вами, как мне кажется, ни к чему, и коротко пройтись по основным моментам, которые важны, то, например, Сангейт это тот гербицид, который может нам простить, что уже появились входы сорняков. То есть даже когда мы вносим с вами почвенник, мы не всегда успеваем внести по, ну скажем так, по черной земле. Идеально, когда мы сегодня посеяли сою, сегодня же вечером или завтра прошли почвенным гербицидом соответственно. Не всегда такое бывает, сегодня одно поле закрыли, завтра дождь. Соответственно, если у вас появились первые всходы сорняков, Сангейт это тот продукт, который у вас за счет контактного действия фломексозима снимет те всходы сорняков, которые уже появились, ну проростки, назовем так это. Если говорить о мягкости, то одним из самых мягких гербицидов является коритория. Коритория простит нам с вами то, что если начали появляться всходы сои, если мы попали с вами по проросткам сои, соответственно, никакого негативного действия мы с вами на сою не окажем этим действующим веществом. Ну и акебона это такая достаточно золотая середина, там есть металлохлор, который нам всем с вами давно известен, плюс кламазон, я бы называла это так, стандарт, которому многие из вас, и мы в том числе уже привыкли. Немножко о том, как выглядят поля после применения почвеников. Мы все с вами должны понимать и осознавать, что внесение почвенных гербицидов это достаточно такая тонкая материя с той точки зрения, что поле должно быть хорошо подготовлено. Неважно, чей это гербицид, от какой компании-производителя. Все, что мы с вами говорим о почвенных гербицидах, разделка почвы должна быть очень хорошей. Если мы понимаем, что у нас крупнокомковатая структура, там, не знаю, и лежат булыжники больше 5 сантиметров, ничего хорошего от применения почвенника мы с вами, к сожалению, не получим. Если говорить о продолжительности действия, то в зависимости от действующих веществ, за период защитного действия, этот экран, который образует почвенные гербициды на поле, может достигать 4 недель соответственно. Тут, для примера, приведен сангейт экстра, 0,1 килограмм на гектар, это Тамбовская область и справа кориторий ВДГ, 0,3 килограмма на гектар, соответственно, и на левой, и на правой фотографии, это 3 недели с момента применения. Соответственно, это практически наши с вами те заветные 30 дней, которые нужны культуре для того, чтобы пройти гербокритический период. Еще один пример того, как выглядит обработанное поле и необработанное поле. Это Дальний Восток. Не совсем типичная ситуация с точки зрения влагообеспеченности для юга и даже, наверное, не для центра этого года, но все-таки для того, чтобы мы понимали, как бы выглядело поле к моменту, когда нам с вами нужно было бы уже начинать с фолиарными гербицидами, и то там стоило бы присмотреться везде ли соя в нужной фазе, и везде ли мы уже сможем выйти с фолиарными гербицидами. Если говорить о маре, особенно если это засуха, что мы с вами имеем? Как только марь у нас, а это яровой ранний сорняк, который появится раньше всего и будет конкурировать, соответственно, с слоем самых начальных этапов, как только у нас засуха, что происходит с марей? Появляется дополнительный восковой слой. Любой дополнительный восковой слой на сорняках это автоматическое увеличение нормы расходов фолиарных гербицидов. Почему? Потому что нужно гораздо больше действия, гораздо большее количество действующего вещества, для того, чтобы проконтролировать переросшую и покрытую дополнительным слоем, соответственно, воска марь. Для того, чтобы нужное количество вещества все-таки проникало через кутикулу и дошло до проводящих пучков мари. И хотелось бы подытожить тем, что оптимальной на данный момент является, соответственно, комбинированная система защиты от сорной растительности в сои. То есть, когда мы с вами сначала закладываем и даем сои нужный старт, защищая поле сои от ранних сорняков, применяя почвенные гербициды, и потом мы с вами дорабатываем фолиарными гербицидами, потому что мы все... Ну, еще сделаю одну оговорочку. Если мы говорим о многолетних сорняках, соответственно, то очень... В основном почвенные гербициды многолетние сорняки не контролируют. Если мы с вами понимаем, что у нас поле за сорением многолетними сорняками, мы не поборолись с этим все в обороте, и мы понимаем, что такая проблематика будет, фолиарную гербицидную обработку точно изначально нужно закладывать. Если говорить о компании Сумиагра, то фолиарные гербициды у нас в том числе присутствуют. Если говорить о противозлаковом гербициде, это то, что всегда, в принципе, применяется на сои, и побороться с злаковыми сорняками это не такая большая проблема, как двудольный. Соответственно, у компании Сумиагра это легионер. Если мы с вами говорим о противодвудольном гербициде фолиарном, то это гербицид Воленс. В Воленсе у нас содержится ацефлуорфен и кламазон, соответственно, и применять Воленс можно уже начиная с первого тройчатого листа. То, что касается защиты, в принципе, все. Хочется, наверное, еще сказать пару слов. Но уже время. Отлично. Можно прям минуту по поводу технологии. Я прекрасно понимаю, что фолиарные гербициды это гораздо популярнее, и не каждый из нас готов сейчас вкладываться в почвенные гербициды. Но обычно у нас и полей площади сои в хозяйстве достаточно большое количество. Поэтому я призываю вас хотя бы попробовать и посмотреть с точки зрения технологии на одном-двух полях, как будет отличаться технология, когда вы будете применять комбинированную систему защиты от того, когда вы работаете только фолиарными гербицидами, насколько культура стрессует и какое урожайность вы получаете. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok